Жители одного из домов по улице Белышева оказались под угрозой камнепада. Разрушение стыков предподъездных тамбуров достигло критических пределов. Для жизни и здоровья жильцов существует реальная опасность. Съемочная группа Тихоокеанского телевидения попыталась разобраться в сложившейся ситуации. Жители дома номер 20 по улице Белышева уже порядка двух лет с опаской входят в свои подъезды. Предподъездные тамбуры отходят от фасадной стены дома. Стыковочные швы постепенно увеличивались в размерах и достигли критического предела. Была попытка зацементировать их и таким образом решить проблему. Но это решение чуть было не стало причиной трагедии. Я открываю дверь, у меня в воскресенье падает на детей, на внуков. Начинаются падать эти большие обломки, которые, ну, с размером кирпича. Сегодня выходит соседка на работу, ей на голову падает. Я прихожу с работы, домофон нажимаем, падает. Мне сказали, вы туда позвоните, потом сюда, а тот отдел перезвоните в тот отдел. Падает на голову, приезжает руководитель санкции сервиса. Он мне привозит список и говорит, вот список, соберите деньги. Пока не соберете, вот это будет так стоять. Я сказала, нет, МСЧ, как у нас правильная служба спасения, звоню в прокуратуру, говорю, вы перекрывайте. Мне все равно, куда вы сейчас выселите подъезды и что вы сделаете. Ну, сюда больше ни один не зайдет человек, пока не будет ликвидирована угроза. Вот они выбили, но я не уверена, что там какая-нибудь плита не упадет. Эта угроза у нас идет, и мы кричим криком. Ну, уже, наверное, года два мы точно кричим просто. Караул спасите. Это первый такой случай? Вот что кирпичи полетели такого размера, просто опасно. Это был первый обвал такой. Тамара Назарова после происшествия с ее внуками обратилась в прокуратуру. На место прибыли спасатели и директор управляющей компании «Сантехсервис» Сергей Иванов. Было решено выбить разрушающуюся цементную стяжку из стыковочных швов. Силами сотрудников управляющей компании работы были проведены. На вопрос, почему до сих пор не снесены отходящие от дома подъездные тамбуры, мы получили следующее разъяснение. В прошлом году дом отказался от ТСЖ, избрал непосредственно способ управления. И на этом же собрании, я уж не помню точно, это было осенью прошлого года, поставили вопрос о сносе аварийных тамбуров, входов в подъезды. Работа капитального характера, поэтому на общем собрании собственников принято решение было, то есть работой осметили, более 100 тысяч рублей стоит эта работа. И решили провести работу за счет собственников, потому что другого пути не было. В свое время, не знаю, когда это было сделано, может лет 5-10 назад, тамбур отошел и щель, которая образовалась, дозалили просто-напросто. И вот это, то, что было в свое время дозалито, эта часть в данное время начала рушиться. Мы ее все обрушили. В настоящий момент обрушений дальше не будет, но в любом случае мы сейчас наймем подрядную организацию, проведем работу и после этого будем подавать суды на неплательщиков. Другого пути нет. Какие конкретно работы вы планируете провести, исходя из этой суммы, которую вы собрали, исходя из того, что другие пока не участвуют? Нет, в любом случае тамбуры будут снесены полностью и установлены защитные козырьки. Какие сроки? Сроки – месяц. Сложившаяся ситуация реально угрожает жизни и здоровью жильцов дома. Необходимость принятия экстренных мер очевидна. Ожидать сбора собственниками квартир данного дома, оставшихся по смете средств на проведение капитальных работ по замене предподъездных тамбуров на облегченные козырьки нет возможности и просто преступно. Руководством Сантехсервиса принято решение в течение месяца провести необходимые работы на собранные жильцами деньги с привлечением собственных средств, а затем уже в судебном порядке взыскать эти средства с должников.